всем здравствуйте продолжаем свое путешествие по реке сейчас поедем к нам избушечку переночевали три ночи мы здесь вот какая скала берега это начинается переволодская скала там высокая есть у нас большая вот это и иные как гоблинка живут слин колец и ты можешь все ложись на место ложись все ладно сейчас будем подниматься по ходу вам поснимаю покажу вот мы подъезжаем скале переволодская скала гора знаю как вот она сбоку меня нарисовывается сейчас дальше там не смогу снимать потому что проезжать неудобно будет мелкий перекатик а вот там дальше продолжение это вот хребет идет сейчас тут на выходе мелко будет скорее всего придется прекратить съемку о чем я и говорил вот мы поехали доехали выше бузгана избушечка здесь ручеек вот такой выходит мощный ручеек тоже земли идет но правда он длинненький такой в конце когда природа здесь красивая там такая балочка классно раньше там лосики приходили биться с утра шалаш стоял урочи у сейчас пойдем посмотрим избушечку посмотрите покажу вам как здесь тоже человек вот шкурка оленя живут люди горка высокая крутая конечно в гору идти и можно радостный скоро до нас немножко осталось решили зайти посмотреть поднялись на гору тишковато потому что подниматься мы во всем обмонтирование и налегке тепло одеты грузу фонарики патроны все по карману вот он там вдали туалетик синеньким обид это уже вот там да блин что-то мне друслав напоминает не дай бог наш кто-то спускается забирает это железная штука стенокоса там стенокосники они готовили раньше вот такая вот избушечка что у нас на по цельсию вот так прохладенько конечно не чё какие-то сейчас внутрь зайдем но довольно светлая изба пол дерева видите сделано спиливали серёга мой друг покойничек делал другим серёга помогал здесь раньше до этого другая изба стояла у отца этого хозяина избы ее сожгли там она стояла здесь люди с города на другой стороне начали избу строить и потихонечку заварушечка война началась до передела так тоже не делается древней не бывает стою надо выдерживать ты перестреляешь друг другу ну пока прекращаю здесь все вроде снято с поедем до нас вот приехали мы к нам в избушечку заезжаем сейчас будем разгружаться приготовим покушать пока перетаскаем туда-сюда как видите вот у нас еще груза немного но эти лодки грузу берут прилично мы уже на месте он даже солнышко вылезло и уничок приживется я думаю ну вот наш причал заниматься делами так вот ребятки мы уже дома до это наш туалетик баньку мы сейчас ходили серега немного пошкурал там не до идеала но работа проделана у нас банька я уже поподробнее потом сниму сейчас так общий обзор сделаю вот избушечка наши есть костерок раньше все время был 5 даже туда немножко перенес насчет этот разобрали просто здесь когда он горит ночью в окно как камин смотрится с окна смотришь угольки красиво в окно переливается огонь по потолку классно это вот у нас как бы бытовая готовить мы уже покушали макарошки сушеночка зажарочка сделали все очень вкусненько сейчас поедем попробуем рыбку половить получится не получится в избе я сниму когда станцию зажгем светлей будет будет лучше видно что такие дела на данный момент посмотрим что сегодня успеем еще сделать вышли мы ребят на болотце вверх нашего ручья болотинка солонец обновил этот каменная была полностью в тарелочке все одна вода вылезал них вот здесь у тропа проходит вот так в этом году чуть не видно но солонец пустой под петельку здесь готовлю что привыкли учета не по один год сильно было на топтан солнышко немножко проклевывается местами то мороз как-то так вот а вот дальше так все болото идет крюк здесь вот сосновый бор вон видно по и макушкам сосенки стоят белый мох красиво санька следы увидел босины распутывать когда он здесь был неизвестно только по первому снегу можно говорить 100 процентов не видать рябчики только посвистывали все даже не перепорхнули но это все около избы кого избы мы не трогаем 2 рыбки нормальных поймали . . . . . . . Продолжение следует... Продолжение следует... Сушинку заметил знатно... Так-то недалековато от нас... Как бы не упало... Раньше спокойно... Сейчас какой-то ураган прошел... За том году все посносило... Сушинка стоит немерено... Дров нам будет надолго хватать... Раньше не было на этой стране столько сушинка... Вот какой-то год... Как морг какой-то... Сушина на сушине... Но это не так... Вон наша банька... Крышу видно... Дали мы петельку с Саньком небольшую... Посмотрели следов... Конечно... Море... А так птица ни одна не взлетела... Но мы встречали Василия... Там на переволоке... Он говорит... Две недели живу... Один глухай... Все... Завалы вообще... Не пройти, не проехать... Короче... Тимоха бедный... Запарился... Нужно со мной ходить... Да... Это он, господа, не сосновый бор... Ельник есть ельник... Буреломы... Сплошные буреломы... Вроде уже дома... Ну вот... Потихоньку подходим... Вот у нас ручеечек... Эту плотинку сделал... Просто супер... Закладил камушки... Красиво... Там вот рыбку... И веру, что летом складывается... Не портилось... Камнем прижимает... Станцию здесь поставил... У нас теперь свет будет и в бане... И в избе... Удлинителей хватило... Туалетик... Как вышка... Мусорская... Избушка... Тимошка... Замёс... Пёсик маленький... Ножки, наверное, у него болеть будут... Ночью гудеть... Сколько ему эти... Ветки все промеж пальцев... Он без подшерстка... Маленький... Ну молодец... Птичек разлавился на маленьких... Скажи, что никого нету, конечно, хоть на птичек полагает... Да? Ладно... Вечером продолжим съёмку... Когда у нас всё загорится... Будем... Может ещё пойду на рябчиков петли поставить... Нам осталось тут целиком день... После завтра спускаться... Времени мало... Что успеем, то успеем... Что не успеем, то... Извините... Вот одна... Тетелька... Вот вторая... Хорошо видно... Видите? И всё... Ну вот уже вечерок... 7 часов... Время... Уже темно... Всё приготовили... Дровишки... Заготовлены... Печечка шает... Постель застелили... Пойдём кушать сейчас... Супец приготовили... Сальце... Всё, что нужно... Пузырька не хватает... Конечно... Беленькой... Можно было и коньячок... Мы бы тоже не отказались... Нету... Нету... Тимоха... Ха-ха-ха-ха... Ха-ха-ха-ха... Вот спес, а, молодец, а... Устал... Всё, ноги себе изрезал ветками... в банке там тоже он свет горит вдалеке не видно потом я схожу обзорчик сделаю сейчас покушаем продолжить репортаж баньку при свете надо сходить вот так ребят у нас вечерком в банке сюда светильник прожектор повесили пока проводку ничего не протянули ну вот сейчас тут намного лучше все видать прожектор светит все нормально да они потемнели бревнышки немножко вот сейчас видно хорошо вешалочку завтра может пришпандорить надо сделать такая вот у нас банька завтра мы затопим попаримся помоемся после завтра домой поедем все выносить готовить так вот мы живем в тайге в этом году не получилось с отпуском выехать надо долго смотрите продолжение следующего дня следующий год думаю подольше поездка домой как минимум неделю и пожить комментируйте задавайте вопросы ставьте класс рано еще заморозков нету до встречи думаю в рябчики попадутся там в петле но попробовать все равно надо